Здравствуйте, добро пожаловать в наши уроки. Недельная глава Баху Катай в Израиле уже прочитали, в диаспоре я буду читать на следующую субботу. Недельная глава начинается, когда нам Всевышний обещает все замечательные, хорошие благословения, которые Он нам даст, если мы будем соблюдать законы Его Тора. И вступительная фраза «Если вы будете уставами моими ходить», то есть если дословно переводить «Телэйху», Баху Катай, Телэйху, то есть надо ходить с этими уставами. Дальше написано «Весмит свой сайт и шмойруй соблюдать заповеди», и потом написано «Васис и мой сей делать их». То есть три вещи – ходить с этими уставами, соблюдать заповеди и делать их. Раша сразу подчеркивает, что значит, какие же уставы вначале, если мы соблюдаем заповеди, каких же уставов говорится, значит, начало это имеется в виду их учить. Человек должен быть поглощен именно ходить с этими уставами, то есть быть поглощен учением Торы, потом он должен соблюдать заповеди. В конце написано, что надо их делать. Интересно, в оригинале слово «их» написано «Ойсом». То есть «Васис и мой сей надо их делать». Обычно это слово, если полностью написать, надо написать «Алывов», то «Ойсом». Вот это «Ой». В оригинале пропущена буква «Вов». То есть можно прочитать «атэм». То есть мы знаем, что в святом языке гласные иногда пропускаются, иногда не пишутся, иногда пропускаются. Здесь интересно, что Всевышний сказал, что здесь таки надо не писать эту гласную. И на самом деле можно прочитать это слово двояко. Можно прочитать их, можно прочитать «атэм», сделайте вы. «Атэм». Теперь, на самом деле, откуда мы таки знаем, как это читать? Когда Тору дали, даже письменную Тору, Тору дали письменную Тору, именно как писать, и сказали четко, Всевышний четко, Мой сей, как именно произносить эти слова. Иногда бывает, что пишется слово одними буквами, произносится по-другому. То есть четко нам дали здесь, что надо таки произносить «Ойсом». Но намек, что в Торе можно прочитать, что вы делаете будете из самих себя. Очень интересно. Получается, если читать, как написано, что вы будете учить Тору, вы будете соблюдать мои заповеди, и вы будете творить самого себя. Асисым атэм – человек творит самого себя. Что это значит? Для того, чтобы понять, что такое творить самого себя, надо понять, кто я такой. Кто я такой? Кто я? Понимаете, иначе человек спрашивает, «Вы кто?» Вы сейчас говорите имя, фамилия. Иногда если о ком-то говорят, «Вы знаете, а кто был Эйнштейн?» Ну, кто же, кто был Эйнштейн? Эйнштейн был великим физиком. Есть такая шутка. Ребенок спросил свою маму в свои времена. Кто был Карл Маркс? Ну, мама говорит, «Ну, Карл Маркс – это был экономист?» «Ой, как наша тетя Соня!» Ну, тетя Соня – старший экономист. Да? То есть, иногда, когда мы люди… Кто был? Карл Маркс был экономист, Штейн был великим физиком, тот человек. Я знаю, у меня какой-то знакомый – он дворник. Когда мы говорим, что кто-то дворник, значит, он такой дворник. Там есть еще человек тоже. Есть человек, у него есть, может быть, его имя, его существование. Теперь есть работа, которой он занимается. Мы должны сначала понять, кто я такой, зачем мы пришли в этот мир. Человек пришел сделать из себя то, кто он на самом деле есть. Человек не пришел в этот мир стать великим экономистом, человек не пришел в этот мир стать великим физиком. Человек, если человек, тот, кто он есть, если он Авраам или Исхак, или его зовут, как бы его не зовут, он пришел в этот мир сделать само себя. И тут Тора нам говорит, что когда вы делаете, когда вы делаете вот эти заповеди, когда вы учите Тору, таким образом вы действительно себя делаете. И поэтому, кстати, написано, что вы будете ходить моими путями. То есть, человек идет, человек растет. Поэтому, кстати, некоторые говорят, что это подчеркивается, что тут идет изучение Тора, когда человек учит Тора учит он растет может он не растет физически духовно он становится другим и он превращается самого себя более того интересно и другие всякие физические наслаждения физические вещи которые мы делаем давайте хорош на сенчах хороший бутылку да пошел куда-то на свадьбу хорошо покушал да действительно замечательно поел да будет даже когда он там был ему такие до нравилось было вкусно за него кто-то другой заплатил люди не могут наслаждаться если они заплатили было вкусно обычно на следующий день не будет вспоминать окуба вкусно бутылка уже съел есть люди которые если которой будет оно прошло и издать изображение вышла да большинство физических наслаждений куда-то посмотрели то побывал да бывает человек поехал человек поехал в париж побывал то в музее опять-таки это конечно очень важно не очень но уж уходит кто уже говори когда человек покидает этот мир это уж точно с собой не возьмешь любая митва можем это не чувствую любая митва человек сказал какое-то благословение сказал броку чак взял скушал что-то скал благословением взял апельсин сказал беден кушать религиозные евреи придем что-то кушать не говорят броку да человек взял апельсин скушал апельсин сказал на него броху и после тоже скобру как и сент и конечно пошло ему на пользу витамин c и все хорошо но витамин пришел ушел броку которую он сказал на него это стало частью его так чек растет через 120 лет он приходит когда он возвращает свою душу каждое утро в седуре говорим что бог душу которую ты мне дал душа который то не дала душа чистая душа ты мне и дал я тебе ее в будущем верну каждое утро в седуре читает седур я тебе верну чем должен какого как же мы теперь вернем каждая миссия тоже наша вступительная фраза до того как бог нам пообещал все что он отдает за это вы будете касается лайху вы будете их учить тору будете соблюдать миссию и таким образом вы себя сделаете написано очень интересно когда то что человек еще еще на подтверждение когда мы им наделаем эти вещи что происходит очень интересный феномен приводится что благора сена уже две недели до шавуата лагора сена и на гору сена и спустилась шкина то есть всевышний никакого не было свести бы прямо спустился мы слышали всевышнего написано что все наши души там были всем всевышний напрямую с нами говорил сейчас такая святость была там написано что даже животные не имели права заходить на эту гору прочертили разные границы простые евреи могли дойти до этого места коина немножко больше больше поднялся соответственно гору сена и если даже животное бы зашло на гору сена его бы закидали камня гора сена настолько была святая туда не мог зайти после шавуата после того как получили скрижали получили тору написано все могут ходить на горе сена и не с разные подозрения что мы даже может быть даже знаем где она сейчас находится там интересные камни я когда-то видел есть гора в сенаевском полуострове который по слухам это гора сена и там камни на камнях видны кусочки но выглядит действительно как этот колючий куст на котором там написано что больше видел всевышнего действительно я видел эти камни или да или нет я не знаю но разницы нету можно туда ходить никаких запретов нет с другой стороны храмовая гора храмовая гора там стоял храм к сожалению его нету храмовую гору и время запрещено ходить потому что мы духовно нечистые сейчас хоть там храма и нету но на гору евреи не имеют право заходить ситуация когда там израильские золдаты могут зайти там опасность я запрет который приходится нарушать но в целом религиозные верующие евреи ни коем случае не заходит на храмовую гору потому что святое место и святость там остается несмотря на то что храма нету мы духовно чистый мы ждем когда придет на шеях будет красная корова даст бог тут вопрос смотрите там бог сам спустился гора сенаев такая святость бог пришел бог ушел храмовая гора остается святой почему некоторые объясняют потому что когда была гора сенаев кто ее осветил мы не осветили свечи свешний спустился и кто к всевышний ушел гору гору не изменили с горой ничего не делала гору не осветили ник просто свящий спустился когда свящий спускался на эту гору это было там огромная святость такого никогда в мире никогда не было может такой святости но когда святость ушла святость ушла храмовую гору во первых доведом элла царь давид купил за еврейские деньги подчеркивает что он там заплатил потом их его сарь соломон именно осветил там специально принесли же это приношение когда их и осветили когда люди и осветили это связь никуда не денется даже есть который говорят что после разрушения первого храма может быть святость ушла но после второго храма все это храма градусов пор святая потому что мы мы трудились мы таки сделали ее святой поэтому храма градусов пор святая еще раз мы видим то что если человек делает нас остается в конце не за что в конце самом конце недельной главы если перепрыгнуть все благословение и проклятие концерт целая глава законы когда человек что-то осветить хочет человек можно при пообещать свою стоимость там очень интересная сцена человек говорит что он хочет посвятить храму вот то что я столько говорит это написано сколько зависимости от твоего возраста если мужчина 20 60 лет у него одна цена до 20 лет такая цена всем сейчас мы все одинаковые все мужчины 20 до 60 лет не все одинаковая цена само собой разумеется что нет я могу себя сделать другим по простому да все мы одинаковые человек должен себя и там тоже приводится что можно осветить животное там писать себе осветили животное высветили какую-то неизбежимость нас есть сила что-то осветить и в первую очередь у нас есть силы осветить самого себя это вступление раз мы уже говорим про шавот почему мы эту главу всегда читаем перед животом будете специально так сделали еврейский календарь чтобы эту главу читали в преддверии живота у нас живут меньше чем две недели осталось специально специально эту главу читают потому что в ней это вступление и там написано ты хоха то есть когда всевышний интерес некоторые переводит только проклятие это не на ябрит это не называется проклятье называется трехоха это порицание неправильно период когда говорят что специально почитает все проклятье это не дословный перевод тоже мы сейчас будем читать это не проклят это перетя на всевышний нас предупреждают что если будете вести себя ходить моими путями соблюдать мои митцвы делать их у вас будет все очень 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 хорошо если же вы начинать если же не послужить из меня к сожалению будет наоборот это порицание и эти порицания специально читают перед шавотом на самом деле с две главы в торе похожие с одними порицаниями это и в конце торы и мы читаем одну перед ваша шанам и эту главу мы бы ты читаем перед шавотом димору говорите специально потому что наш шана и шавот это два новых года специально хотят закончить год на плохом все что плохое было чтобы уже закончил все и начать новый год как бы перевернуть страницу как у нас говорят все было хорошо специально перед шавотом читают эту главу чтобы если были какие-то порицания что-то плохое чтобы она ушла с каких пор шавот это новый год я слышал что 1 января отвечают новый год же жена отвечает на выгод там есть которые китайские нового отмечать почему не отметить да я не говорю что это можно ли нужно но море написано что живут тоже новый год так сама не может этот вопрос и морговорить что вот он приводится сабот судятся плоды деревьев роша шана это было каких-то 6 7 лет месяцев назад судились люди жена это судный день когда судится все и все евреи и не только евреи шавот написано что судится пейро тайлан плоды деревьев объясняется что грубо говоря рожа жена это все физически здесь физически материальные и все другие вещи которые нам надо на год здоровье и так далее шавот плоды деревьев плоды наши плоды то что я говорю насколько мы будем расти так шавот это насколько мы сможем учить тору как мы сможем соблюдать имеется решается на будущий год какой будет следующий год чего это решается теперь на самом деле у каждого человека есть свобода выбор то есть не вы не можете сказать я у меня что-то сегодня в этом все сегодня у меня вчера и сегодня тоже завтра что я смотрю у меня не идет с молитвы наверно просто шавот всевышний так решил ни в коем случае конечно у человека есть право выбора но есть вещи когда всевышний нам помогает например сколько раз может как бы что человек чисто случайно наткнулся на какой-то хороший урок и слушать тебя вот теперь на каждую весь каждую неделю слушать это хороший урок он может какую-то хорошую книгу он может он я недавно рассказывал своим знакомым когда мой у меня есть друг который к сожалению был далек от всего он чисто случайно наткнулся на религиозного еврея чисто случайно сказал ему шалом и он ответил разговорились и слабо он уже женат у него там целая семья чисто случайно все вот эти чисто случайно кто не тот ну кто этим руководить за ними случайность добывать не дай бог наоборот человек не дай бог какой-то парнишка встретят кого-то другого друга и познакомились и он показал где и как и что и до свидания там родители приходят крови нам один родин рассказывал русскоговорящий римин рассказывал ему мама пришла и говорят понимаете рыбы у меня сын становится наркоманом сделайте что-то пусть он уже будет религиозный сделайте что-то уже пусть уже будет да этот парнишка который стоит 40 как-то произошло да пусть уже будет религиоз так когда это решается шабот решается наша духовность на целый год так теперь два момента или в разрешенную решается материальная и свобод решается наша духовность перед животом читается вот эта глава там это и парикан там на самом деле если внимательно почитать действительно страшный звучит как проклятие что если в рейсе будут плохо вести действительно написано я будет эта проблема будет болезнь и будет страшно сначала говорится хорошим там есть эти страшные вещи специально читать эти порицания чтобы нам напомнить точно также перед рожаном мы трубим шафар зачем это всевышний тогда что трубят шафар рожошону ему 30 добавили чтобы нам опять-таки ради нас нам напомнить преддверии судного дня на рожошону что нам напоминают что слушайте ребят давайте браться за голову бог хочет чтобы у нас было хорошо всевышний это все написал не для того чтобы нас испугать его переживали чтобы знать всевышний просто действительно хочет нам помочь чтобы мы делать чтобы мы себя строили как положено мы таки стали тем кто мы можем стать чтобы достигли наших высот поэтому мы специально преддверии шивота читаем эту голову не буду вдаваться в подробности все проклятие печальные вещи но это стоит таки почитать русском на русском языке что действительно понять почитать все хорошие действительно перед шивотом задуматься когда преддверии шивота придет чего кстати мы каждый день молимся мы просим несколько раз всевышнего мы благословение из благословения перед шма в шахрисе и в мареве мы просим всевышний дай нам дай нам торт дай нам возможность 4 дай нам желание учить тор чтобы на эстре мы про мы просим чтобы у нас было торм и все просим просим один человек сказал очень он очень занят занятой человек он помогает людям он очень много него это место здресные контакты он очень мощность в израиле живет иногда люди ему звонят за помощью говорят вот страшно помогите срочно это кому-то рассказывал что обычно когда кто-то звонит у него действительно нету на всех времени он обычно говорит сочи возьмите у меня сейчас я действительно час не могу позвонить мне пожалуйста завтра 5 вечера и у иногда люди звонят да люди не звонят таком бишь если человек не перезвонил там не так начни так важно ты человек как минимум когда он что-то просит хотя бы серьезно попросить если что-то важно когда мы утром просим всевышнего каждые молитвы каждый богобоясный век который утром молится всевышний пожалуйста дай нам возможность учить тору дай нам желание учить тору нам нашим детям наши внукам все наши поколения везде это мы хотим если вдуматься мы хотим но потом прочитал а потом все забыл следующий утро 5 хотя бы в преддверии шавуота вот эту вот эти благословения когда мы просим всевышнего в преддверии шавуота действительно попросить чтобы на шавуот нам действительно дали возможность учить тору чтобы действительно мы росли поэтому всевышний специально перед шавуотом данным на эту возможность почитает недельную главу чтобы мы вспомнили что мы должны делать действительно расти расти с божьей помощью теперь давайте таки посмотрим что же здесь что за с хорошим же из плохого да и приводится приводится очень интересно что да все эти положительные вещи всевышний говорит что у вас будет хороший урожай у вас будет много урожая у вас будет дождь вовремя идти у вас не будет врагов не будет у вас будет мир интересно забыли самое главное если человеку загадайте желание что выиграть миллион в лотерее правильно первым делом обычно люди когда думают о физических благах опять-таки то очень интересно все очень физическое тут не написали шоу вот так ну очень простой физически было сказать дайте золото и серебро второе часто упоминается золото и серебро там другие почему в этих положительных вступлений положительном вступлении нет ничего кэш из ума да дайте нам деньги я слышал замечательное объяснение вот очень шампинка сообщишь пинка сговорить что деньги деньги с серебро и золото уже деньги тоже взяли 100 долларов и купюры то его знаю что будет завтра да но золото и серебро но никуда не денется я надеюсь так если человека золото и серебро ему нечего переживать может будет инфляция может будет омар и все но все может быть конечно под богом ходе но более не менее если человек человек вложил деньги бензин бензина не закупишь а золото и серебро это замечать и поэтому если человек если здесь много золота и серебро всевышнего думать будет мало все эти вещи которые всевышний говорит что сбор урожая замечательно но всегда будет помнить всевышний если человек занимается сельскохозяйственным трудом и что он когда посеял хорошо хорошего припасе а вдруг дождя не дождь здесь а вдруг потом будет засад вдруг потом нам найти царанча то есть когда всевышний нам дает что-то хорошее он так дает чтобы мы не забывали так это двойная браха на самом деле первая браха что мы получаем все эти вещи от всевышнего действительно почитайте замечательно что будет и хлеб и урожай все будет вторая браха что он так это дает чтобы помнили о нем какая разница между израилями и египтом то ли написано то ли написано что когда евреи приходили в израиль говорит что вы знаешь что израиль это не 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 как египет египте нил разливался все орошение было замечательно и не надо было не не переживать все дожди да дожди не дожди все у нас есть нил в израиле варит израэль там нету таких больших все зависит нас смотреть на небо каждый год это каждый год такой каждый год но и тоже каждый год любой фермер понимал если в этом году будет дождь все бы замечательно хорошо и если дождя не будет страшно подумать и когда будет кстати тоже он должен быть вопринта приводишь он должен быть полем может быть может пойти когда все разлить и так далее израиль страна израиля арицисраэль специальный блок и так создал что хочешь не хочешь придется смотреть на небеса это тоже браха египте можно человек может жить у него все хорошо у него не разлился не разлился нам не нужен бог израиль специальный бокс это это место где специально бог создал эту страну там не реже соответственно если какой-то великий архитекта специально построил дом по заказу вот именно для этой семьи все самое идеальное вот именно для этой семьи специально там узнали сколько детей в семье сколько то еще именно для этой семьи профессионально все построили так если всевышний создал эту землю израиль специально для евреев это самое идеальное место для евреев же что даже тора 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 там многие законторы только в россии сожалению не все евреи могут сейчас там же и даст бог чтобы все мы собрались там но и рсс построена создана и построена таким образом создана что дождь приводит влагу если нету не дай бог дождя вы можете больше богат нашими уже люди помнели можно воду из-за границы привести даже в наше время когда не дай бог в израиле засуха пока уровень кенретта падал вниз действительно было неприятно специально всевышний это часть брахи во первых брахаша всевышний нам дает дает во вторых всевышний нам дает так эту браху что человек человек действительно не забывали что есть бог на свете очень важно вернемся в самом начале мы сказали очень интересный момент что уставы не просто надо уставу читать хорошая книжка почитай да надо именно ходить 100 слова которые тора упоминает это именно был поглощенными на занят раньше когда она переводится сок когда мы например браху говорит то есть на быть поглощенный не просто учитать кровью потом как говорится научиться учиться еще раз учиться очень интересно что с геморро мы-то писать энергии приводит чем доказательства морга и для чего зачем всевышний пришел в этот мир человек пришел в этот мир чем всевышний привел человек в этот мир приводят геморро отрывок из и я превокит ее пришел там написано что человек родился трудиться в этом мире кстати в одном переводе я посмотрел не перевели страдать это данном случае ты не 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 closing перевод можно это значит трудиться и четко написано и я в этой части писания кто вим святая книга человек создан в этом мир пахать как у нас говорили да здесь и кто-то у меня такая тяжелая жизнь и всеми работы ну так у всех то человек для этого пришел так и написано потом его развивать вопрос ну так значит если трудиться как турнице наверно таким вам все слова пока его приводит подтверждение с другого места в канахе что имеется ввиду надо имя что-то говорить что-то не просто физический труд а вот именно что-то говорить это что говорит надо учить то вот такая интересная гимора чаги мора под приводит подтверждение что человек пришел в этот мир именно трудиться там не просто традиция физически трудно что-то говорить своими устами говоришь имеется ввиду тору и потом гимора говорит это комментарий объясняет что теперь человек должен выбрать как он хочет трудиться в этом мире без этого нет не получится я в наше время да в наше время бывает на свободу мир технического прогресса вы никогда такого не было наше время действительно теоретически может быть человек плюет в потолок и денег от него там чисто случайно компьютер что ножа все может быть многие даже это вредный все знают что пожилые люди когда уходят на пенсию для них не хорошо когда ничего не делает молодые люди тем более когда молодые люди стоят ничего не делают это ничего хорошего не приводит все знают малые молодые немолодые что дочь это быть за все выше потому что свыше так сделал теперь все вышли на сделал что мы трудились и приводит комментарий что мы должны решить где я должен теперь трудиться и очень интересно то есть вот это то что вступительная фраза пятки в нашем все эти благословления все эти хорошие вещи чтобы будет ям если вы будете ходить именно путями то ли вы будете поглощены тора с такое неприятное выражение вот там сидят штаны протирают люди которые действительно по-настоящему сидят учат тору это занимает занимает действительно люди поглощены торги на нет всю жизнь этому посвятили действительно этим книгами всегда не понимают там не гиперты стыдно человек может посвятить это непросто и он занят он таки трудится и конец видят теперь есть смешно очень интересный смешно такие вот сможете посмотреть она все дури 3 3 глава 6 мишна написано на хоне окана говорит каждый кто принимает на себя бремя изучение тора бремя изучение тора опять можно 4 полюбительский почитать уроки почитать послушать хорошие уроки там такой уроки сам раз на истории фасидские истории почитать я не говорю это плохо но я не про это мишна говорит не про это наша ельная глава говорит тут написано такие слова скажет каждого кто принимает на себя время изучения тора все-таки работает изучают снимают бремя властей и бремя труда мишна говорит что если ты подставил свою шею именно по тору интересно что было у еврея было 12 колен то колено которым ты научила тора там колено иссахар левита не служили в храме было колено иссахара не слушай они и ты научили тору когда якобы это благословение он их уподобляет ослов осел ну как-то некрасивый даже ну вот сказать вот рэба вы такой большой раввин вы прям как осел немножко знаете почему я ковырин я ковырин значим говорит я ковырин что осел все время трудится другие животные так конь бык по настроению дайте да там порой осел не такой же по кругу кругу он работает 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 здесь написано что если ты поставишь свою шею это время с тебя снимут время властей время труда она каждого кто срыва сбрасывает себя изучение торы не хочет учиться всевышний получит другое время опять-таки это общее правило к сожалению особенно сейчас когда храма нету мы далеки от всего бывает исключение бывает к сожалению бывает ситуация когда действительно какой-то хороший большой раввин и вот у него не получается действительно нету девай наше время сплошь и рядом я отдаю себе отчет когда люди но очень далеки от торы и ничего все не хорошо но в целом мишна и тора говорит что человек может сам выбирать не хочет родиться так и не ней написано что вы будете богаче когда вы будете 4 тоже я не гарантирую есть другое место мы кстати врахать амазон договорим что бог никогда не оставит человек который учит о человек который равенник написано что он никогда не будет оставлен богом и у него никогда не будет недостатка тоже интерес ну тоже нас cold sama cd платформен даже денег не пообещали вас будет достаточно еды вас было достаточно еды у вас будет достаточно всего что вам надо у вас не будет недостатки injuryò вы будете богат ли пятки если пришли в мир стать именно миллиардером согласен закрой выключите компьютер ищите других каналược нам дdling вам это не обещаю но тут написано что если хочешь привести получить в этом мире счастье и стать тем кто он должен в этом мире стать все эти миллиарды вы же понимаете куда возьмешь здесь дорогой если человек возьмет на себя действительно труд труд еще раз труд тогда действительно сниму с него труд обычный но может посвятить свою жизнь то наше время само собой разумеется наше время не все могут не все хотят и все мы говорим общее правило мы чем больше человек уделяет время тортим у него потом будет больше времени на другой на другие все вышли это обещают и поэтому дельный глаз этого начинать еще одна важная тоже кстати важная вещь что будет если не дай бог а смешал он человек не учит соответственно негативная вещь рахаима колледж говорит интересную вещь что тором опять-таки это общее правило всему ювелирскому народу ханков говорит что тор есть три вещи тора и без же тора написано такое выражение как огонь тор и и даже еще в израиле скайшем и шатой и что называется огонь да так тора иногда называется как огонь потому что тора имеет себя волшебное свойство тора может сжечь дурные побуждения человек несколько уроков назад я об этом обсуждал изучали скид дурные побуждения что хорош нехорошего хочет сделать твор это самое хорошее лекарство тора есть учить тора он улучшается человек становится лучше просто учить тору не обязательно даже те вещи в торе которые именно напрямую учат вас как быть хорошим человек если он читал тора тора сжигает плохие вещи второе бизнеса твор это свет лист какойesi как света р glucose or a целар который это свет и 3 век написано тогда давно сказали что тора она радует человека удашеме жены сам кей и слова с играя замкалы человек который искренне хорошо учит ору сейчас гоя hourly когда риски хорошо до c4 человек который прочитал вешево какой-то прочитал страницу не мор прочитать стрилить Paty вот углубился понял что-то понял у него поднимается строение он чувствует что-то хорошее лампочка зажглась есть люди которые просто никогда в жизни это не происходили да у нас слабо если у нас тут ученики сидят да да человек человек не следует две-три вещи огонь сжигает огонь сжигает как бы понятно как бы понятно третья вещь это может каждая последующая на пире три полета три полета есть огонь и свет и радость как теперь но это мало говоришь все три вещи которые человек получил человек который получил человек который учит тору у него будет и огонь который сожжет своего в него плохое человек ему осветит свет тары свет тары который освещает открывает ему глаза и третья вещь таран если человек не дай бог не делает эти три вещи сам начальник проклятия там одна фраза другие фразы тоже есть написано что всевышний сделает написано я пошлю на вас ужас горячку и томящие глаза если методом просто очень быстро читаешь все страшно 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 давайте медленно прочитаем это предложение руха им говорит что всевышний чем всевышний нас пугает здесь ужас ужас это противоположность радость когда человек радостный все хорошо когда человек у него ужас уже к добежал даже спешить что-то происходит не до радости это ужас вторая вещь написана чахотка горят что горячка это огонь да у него будет не дай бог огонь написано у него будет чахотка и горячка как раз ушел он мог бы если бы он был умный он мог бы посвятить свою жизнь огню торы но был бы огонь это был бы огонь тор человек который отошел пятки мы говорим человек это и ну хладнокровно отошел меня гайч кто родился ли там где не знал ничего и так далее он действительно не знал хороший человек все потом наплевать а все для меня я пошел становиться богатым если вы не будете слушаться меня не будете собой вы уйдете от тора приводится здесь что у вас будет дал вас будет такой раз будет другой год и последнее написано томящие глаза тора она наберет освещая глаза человек мы в молитве когда мы говорим что мы просим всевышнего что мы могли его увидеть когда придется шеях даже все люди которые даже еще дожил дамы шеях не все его смогут увидеть потому что чек должен быть немножко на каком-то уровне святости чтобы все это убить как три вещи так ураханга это очень интересная вещь ураханга ваит очень интересную вещи урахаим говорит что три вещи опять опять оба зависит вы можете если вы хотите вы можете получить и огонь хороший огонь и свет и радость если не дай бог нет так не все тут нас зависит человек опять таки просто обидно когда человек может человек может посвятить свою жизнь что-то хорошим как такие очень многие люди заняты если все понимаешь чем всем и заняты всеми до этого, но когда у человека есть какая-то возможность. Простой человек, вот простой человек, возьмем какой-то парня, назовем его Коля. Я не буду говорить, как его имя, чтобы никто не подумал, что я про тебя говорю. Коля, возьмем ему какой-то Коле, да? Так, какой-то Коле. Вот у него свободное время. Он занятой, у него какой-то Коле. У него час свободного времени. Наша время, что обычно Коля будет делать? У нас называется сидеть в телефоне. Да? В наше время уже никто не пьет, ну, пьют, да? Все, свободное время. Мы говорим, опять, если это еврейский парень, который знает, что есть такая вещь, как Тор, есть вещь, как Митцве и так далее. У него есть возможность, если у человека есть возможность, вот написано в прямом тексте. Человек может, да, это может не всегда легко. Иногда гемора, чтобы понять страницу гемора, действительно надо там подумать, поискать и так далее. Но если человек на себя положит вот это вот, это дерьмо Торы, во-первых, у него будет радость. Во-вторых, у него он станет лучше. То, с чего мы начинаем, наш урок, он станет другим человеком. И потом, и у него будет возможность, и раз он начнет, у него будет потом, вдруг он видит, что у него есть еще свободное время, еще свободное время. Шавот – это то, что решается. Если в шавот человек действительно попросит, что человек хочет. Я хочу, сейчас у меня нет времени, времени у меня мало, знания у меня, ну, я не из Иерусалима родом. Но я вот, перед шавотом, я действительно хочу попросить, я хочу, вот так разрекламиловали, такая хорошая книжка. Естественно, хотелось бы, хотелось бы. Всевышний может послать и хороших знакомых, и хаврута, и соседей. Другие, все, Всевышний может всегда дать им возможность. Если человек не хочет, у каждого человека есть своя возможность, что делать то, что он хочет. Еще один момент, тоже хотелось бы упомянуть. В этой вступительной фразе, там три вещи, мы с этого начали. Начали, что человек должен учить Тору, потом человек написано, что человек должен соблюдать, там интересно, тишмойру, чтобы охранять дословный перевод, митцвы, и тогда надо и делать. Рахай Макодыш, интересно, Рахай Макодыш, он пишет, там у него 42 объяснения этой фразы. Это только один из комментариев, один из комментаторов пишет 42 объяснения этой фразы. Я не буду сейчас все 42 комментарии говорить, не переживайте. Две интересные объяснения, я хочу просто поделиться с моими слушателями. Первое, что Рахай Макодыш говорит, что если человек хочет действительно учить Тору, то, с чего начинается, то надо тоже соблюдать митцвы. Есть, к сожалению, люди, которые, ну Тора это хорошая книжка. Тора, даже устная Тора, Талмуд. Ну, почитай Талмуд, ознакомиться, но они ничего не соблюдают. Не суббота, не кашу, не будем говорить знакомые, они женаты, ну, они ознакомые. Так это не та Тора. Все, что Всевышний обещал, что вот Тора может помочь, это та Тора, которую человек учит с планами ее соблюдать. Если человек раз вошелом, не дай Бог, просто учит Тору, как еще одну книжку, еще одну, знаете, есть такая пилософская книжка, оно не работает. То подчеркивается, если вы уставимые будете поступать, то вы будете учить Тору. И заповеди мои соблюдать. И должен быть этот баланс. Опять-таки, если человек не... Есть люди, которые не все могут заповеди сейчас соблюдать, нам тяжело. Но хотя бы с расчетом, что я хочу их соблюдать. Если человек просто пришел, почитал, так самое был. Есть, к сожалению, есть люди, которые Талмуд и так далее. Кабала. Мы тут работашки про Талмуд. Мы уже Кабалу учим. Все эти вещи, опять-таки, конечно, Кабала, Талмуд, это не то, о чем Всевышний говорит. Если человек соблюдает эти заповеди. Человек кушает, я скажу, понимаете, самостоятельно, смешно, понимаете, человек только что покушал бутерброд с кошерной свининой, и потом после этого, знаете, покушал, Брахат Амазон не сказал, и потом начинает Кабалу учить. По-моему, это как-то, ну, не надо быть большим еврейским философом, чтобы понять, что это что... Не то, что Всевышний хотел. Здесь подчеркивается, учить Тору соблюдать митцвы, делать их, и тогда вот будет вас эти благословия. Это один момент. Второй момент, тоже интересный момент. Я подчеркнул, что соблюдение митцв написано не просто делать их, написано в конце делать, а написано исполнять в ассице, тишмару, перед ним тишма, шмира, шомер, шомер, это охранять. То есть охранять. В основном переводе это как бы охранять митцвы. Ты должен не просто это соблюдать, ты должен охранять, шомер. Есть такая вещь, на юберите, говорят, шомер, шабах. Соблюдать, по-русски мы говорим, как соблюдение, он шомер, он охраняет всю Босту. Так, очень интересно, Арханг говорит, что когда мы эти митцвы, иногда человек хочет стать позже, еще религиозным. Просто так я на всякий случай, на всякий случай, это я не буду, я не буду это кушать, я не буду, я такой святой. Он мне тут рассказал, что учил. Это только человек, который учил Тор. То есть человек, который знает законы Тора. Человек, который действительно там учил Торму, учил Хана Рух. он может придумывать из так можно сказать другие там запреты и так далее ничего не знаю опять таки это хорошо узнаете такие человек не знаю смешно например есть называется гладко шер просто каши гладко шер ладко шер это когда легкие животные животное зарезать животные просто животное зарезали кошельное животное все вроде в порядке две накидая руки голова есть животное кошель теперь гладко шер тогда проверяют легкие в легких очень часто бывают там дырки и другие проблемы которые делают животные кошель на самом деле некоторые считаешь и можно его не проверять скорее всего хорошо но гладко шер проверяет специально проверяют животные его легкие чтобы было два два как бы все без проблем приходят евреи в молочный ресторан играет вы случайно вы гладко шер молочный ресторан да не гладко если в мясной ресторан там легкие проверять если вы молоко по вес вы покупаете бутылку кефира бутылка кефира не должна быть гладко шер потому что человек сам не знает но он хочет похоро что там и надо узнать так архан говорит высыпешь надо все соблюдать ты не знаете что с я пока от вели не поймут полностью что такое или я его просто так надевать не буду как дурак даже неправильно если бог сказал надевать надевая потом разберешься но придумай свои с я еще вот этот не буду делать это не будет делать может быть человек должен ознакомиться с знакомыми написано если будете уставами учить и потом вы можете кешмару тогда опасаться и должен быть всегда ты всегда должен быть этот баланс двух словах что повтор всего что мы сказали начали что человек должен себя сделать виза же человек который учит тору и соблюдать митцы потом в оси сам оси сам оттем человек себя творит этими заповедями человек творит когда он учит тору все его себя мы сказали что все эти заповеди всю эту главу мы читаем преддверии шавуота шавуот решается на небесах какой у нас будет год и море написано что с решается плоды и у нас будут плоды на подразумевается какой у нас будет год с точки зрения духовности сколько ты сможешь урока прослушать как ты вырастешь какая у тебя будет молитва то есть все это решается на шавуот потом мы прочитали мишна мишна говоришь человек который создан человек человек создан чтобы трудиться он должен решить как он хочет трудиться и мишна говорит что человек который посвятит свою жизнь тора он поставить свою шею под дерьмо тора сниму сниму термо другое таки надо учиться не протирать штаны тогда он таки сможет посвятить эту жизнь этому еще один момент когда не дай бог человек отходит от огня тора ему не дай бог могут дать другой огонь находит от света тора ему дадут другой свет хас ва шалом если он уйдет от радости тора ему дают на противоположность и в конце мы тоже мы упомянули что денег тут никто не обещает ни золота не собрать вам до обещаю вы будете близки к богу вы чувствуешь что бог с вами будет следить вам бог будет во все что вам надо то чтобы на самом деле знаете дай бог что действительно что то что приводится в гимоний что если у нас что-то должно было быть плохое но все уже было позади чтобы действительно был весь еврейский народ достоился хорошего что вот там действительно то что написано все эти благословления что был мир на земле Израиля и всем евреям, чтобы мы действительно в преддверии шивота, мы действительно достойны с приходом Ашеха, и все евреи смогли соблюдать все свои митцвы. Спасибо за внимание.